Мир после войны формируется во время войны. Мир после Второй мировой за полгода до её окончания обсуждала в Ялте большая тройка. Сталин, Черчилль, Рузвельт. Есть хроника этого события, есть фильмы, тонны текстов. А вот попыток перенести на театральную сцену, происходившая там и тогда, долго не было. И примечательно, что решился на это автор, являющийся гражданином страны, нейтральной в той войне. Как видно на правах представителя незаинтересованной стороны. Пьесу шведского драматурга Лукаса Свенсона Андрей Житинкин поставил в Академическом малом театре. На сцену вышла большая тройка народных артистов. Премьера состоялась в день прощания с Борисом Владимировичем Клюевым. Роль Франклина Рузвельта была последней, которую он репетировал. Валерия Кудрявцева сообщает о премьере. Большая тройка Андрея Житинкина, первая премьера малого в этом сезоне. Пока театры зрители осторожно приноравливаются к новым реалиям, на сцене 1945 год, начало февраля. Близится к концу Вторая мировая война. В Ливодийском дворце под Ялтой три человека решают, каким быть миру после разгрома фашистской Германии. В принципе, мы все согласны с разделом Германии. Но как делить их? Вопрос очень сложный. На сцене народные артисты России. Василий Бочкарёв, Валерий Афанасьев, Владимир Носик. За внешним сходством перестали гнаться довольно быстро. Главным было поймать и почувствовать внутренний мир персонажа. Владимир Носик искренне проникся к своему Франклину Рузвельту. Я первый раз играю конкретного исторического персонажа. И поэтому это налагает определенную ответственность. Здесь надо быть очень деликатным по отношению к этим людям, к великим людям, которые творили историю. Они очень разные. Сталин, Черчилль и Рузвельт. Но вместе они большая тройка. Следуя за автором пьесы, шведским драматургом Лукасом Свенсоном, Андрей Житинкин предлагает взглянуть на события тех исторических дней изнутри. За кулисье конференции ее тайны и личные отношения. Сегодня будут омары. Валерий Афанасьев всегда восхищался Уинстоном Черчиллем. Но и подумать не мог, что придется его сыграть. 350 тысяч сигар за жизнь. А сколько он выпил виски и коньяков. Мы все знаем, какие они были. Миллион фотографий и так далее. А вот ухватить, так сказать, черту какую-то внутреннюю. Вот это важно для актера было. Мы стараемся, как уже так сказать, зрители. А тема сама, она вечная, понимаете ли, памяти получая, понимаете, наша. Тем более моего поколения, старшего поколения. И чтобы наши, мои дети, мои внуки, так сказать, помнили об этом. Переговоры в Ялте 45-го не раз были на волосок от срыва. Мало кто верил, что этим троим удастся договориться. Слишком разные интересы и правда у каждого своя. Ошибиться нельзя за спинами целые государства. Василий Бочкарев помнит время после победы, когда был жив Сталин. Оттого ему особенно интересно было сыграть роль генералиссимуса. Фигура очень мощная. Очень мощная. И мне лично, русскому человеку, в свои там 77-78 лет, мне обидно, что мы так легкомысленно относимся к таким личностям в истории, как Иосиф Виссарионович. Опять же, я повторяю, при всей сложности. В год 75-летия, со дня окончания Второй мировой войны, авторы спектакля посвятили свою работу победе, в том числе победе разума над амбициями. Валерия Кудрявцева, Андрей Тарасенко, Новости культуры.